Сколько раз говорила, приходи ко мне, что ты там сидишь, торожишь эти стены. Вспоминать без слез семейную жизнь покойной матери Людмила Шилкина не может. В ее памяти побои и оскорбления. От руки зачастую пьяного отца страдали и дети, но чаще всего супруга Нина Васильевна. Маги даже нашли ее записи, как он издевался, как он оскорблял, сколько приводов было, сколько заявлений было, сколько людей, соседей, милиционеров все это видели. Эти записи Нина Васильевна вела для полиции. Несчастная женщина писала о частых пьянках мужа, о его драках в гараже, о ее зверских избиениях. О том, что 1 января этого года он угрожал ей топором. Все соседи по дому знали о том, что происходит у супругов Шилкиных. Лучше всех была осведомлена Екатерина Мишина, которая неоднократно спасала свою подругу от побоев. Она и ее 16-летний внук стали свидетелями убийства Нины Васильевны. И правой рукой он уже ее давай тяпать по ребрам. Раз, два, три по ребрам тяпает. Я говорю, господи, что ты делаешь? Я говорю, что ты делаешь? Мальчишка у меня схватил. Он оторвался от нее и на нас с топором. Лешка внук у меня схватил, у них стульчик такой детский был в коридоре, схватил стульчик. И хотел на него со стулом, хотел ошаражить. Я говорю, Леша, не надо за него сидеть, пойдешь. Не надо, родной, не трогай ты его, старика. Позже на голове и теле 81-летней Нины Шилкиной зафиксируют множественные рубленные раны. Юрий Шилкин даст признательные показания. Однако ни соседи, ни родственники и представить себе не могли, что до вынесения судебного приговора им придется бок о бок жить с убийцей. Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении мужчины под стражу, поскольку в представленных материалах не имелось достаточных для этого оснований. Суд избрал иную меру пресечения в виде домашнего ареста. Юрий Шилкин сейчас проживает в своей квартире. Один час в день ему позволено выходить на улицу. Однако все соседи в этом доме вот уже вторую неделю проживают в постоянном страхе. Опасается и его дочь. Все время надо было ходить, контролировать. То газ бывало отца ведь включены, то воду вот так вот. Я не знаю, как сейчас там бедные соседи будут. Настоящий мясник. Так Людмила Шилкина говорит о своем отце. Она намерена обжаловать решение суда. Женщина вместе с соседями уже написали заявление. Они просят изолировать их от общества агрессивного пенсионера. Однако сейчас помочь им может только областной суд. Елена Милев, Дмитрий Новопашин. Местное время.